Вот только по 22-му году число спортивных официальных соревнований составляет 487. Из них 87 соревнований – это межрегионального всероссийского уровня. У нас большое количество на самом деле мероприятий проводится. А вы просто забыли на пандемию, простите, вы просто никого никуда не пускали. Абсолютно правильно заметили, к нам хотят на самом деле ехать. Леонид Александрович сказал, действительно, «Жемчужина» – это высшего уровня центр. И там постоянно проводятся сборы, постоянно звонят, согласовывают возможность приехать, потренироваться и в том числе возможность завести туда большое количество мероприятий. А вообще, надо сказать, что сегодняшняя ситуация, она даст нам возможность усилиться. Как уже сегодня говорилось, в 2020-2021 году уже большой перечень поручений президента Российской Федерации в части развития спорта в стране прозвучал. Буквально через несколько дней в Москве состоится заседание комиссии экспертного совета по подготовке совета при президенте Российской Федерации. Надо сказать, что в 2021 году на уровне Российской Федерации Тюменская область не является исключением. Мы разработали две межведомственных программы развития школьного и студенческого спорта, они утверждены. Мы прошли уже защиту проекта программы развития детско-юношеского спорта, который впитал в себя абсолютно все. Начиная от дошкольного спорта, заканчивая через детско-юношеский спорт высших достижений. Массовый спорт – это увеличение охвата граждан различного возраста, различными физкультурными направлениями. То есть все будет развиваться, все будет идти. Беусловно, все развивается, а дальше будет все развиваться еще более интенсивнее. Продолжение следует...